Вашему вниманию предлагается проект, концепция закона о люстрации. Я считаю, что это один из ключевых документов, который должен принять наш съезд, один из ключевых актов переходного периода. И этот закон авторы воспринимают со следующей точки зрения. Очень много есть дискуссий относительно того, как следует понимать люстрацию. И один подход, что люстрация это наказание. Вот вы накосячили, набедокурили, ну и вот получаете. Концепция авторов и подход авторов был принципиально иным. В понимании авторов люстрация это не наказание. Это, если хотите, акт национального примирения. Это акт национального компромисса. Потому что то, что вкладывается в понятие люстрации, формулируется таким образом, что мы не занимаемся расследованием индивидуального дела каждого, кто имел отношение к этому режиму и кто у нас не попадает в отдельную категорию, которую мы тоже будем рассматривать уже, по-видимому, не на этом съезде, а на следующем. Это у нас запланирован в плане законодательной работы акт о преступных организациях. То есть кто, грубо говоря, не служил в СС, но тем не менее был частью этой властной машины. И к таким людям, их миллионы, к сожалению, в России на данный момент. То есть мы оцениваем общую численность тех, кто попадет под действия люстрационных норм от одного до полутора миллионов человек. Их и нельзя, и это неправильно. Там возбуждать уголовные дела, сажать людей в тюрьмы. Это будут просто массовые репрессии. В стране этого допустить невозможно. Но мы им говорим о том, что, друзья, мы все соотечественники, да, вот мы видели, чем вы занимались все это время. Давайте мы с вами договариваемся таким образом, что вы больше не имеете отношения к власти, вы на нее не влияете, вы не оставляете никаких полномочий. Живите своей жизнью. Пусть вас мучает совесть. И вот этот вот в некотором смысле общественный статус людей, которые попали под люстрацию. Но мы охотой на ведьм не занимаемся. Именно поэтому я считаю, что следует воспринимать это именно таким образом, как акт национального примирения. В разных странах были уже разные подходы к люстрации. Были более жесткие, были менее жесткие. Ну, вот я лично изнутри наблюдал, как это работает, например, в Украине. Прямо скажу, так себе работает. Есть большое количество проблем. И, собственно, в этом тексте мы внесли большое количество положений, учитывающих те проблемы, которые возникли во время реализации иллюстрации в Украине. Также авторы и разработчики этого документа изучали пример других восточноевропейских стран в отношении иллюстрации. Вообще, иллюстрация это процедура, которая применяется достаточно часто. И там, по иронии судьбы, она даже однажды применялась в Советском Союзе. В Никите Сергеевича Хрущеве была ограниченная версия иллюстрации, которая применялась в советском обществе. Переходя к подходам того, каким образом отбираются люди, которые попадают под иллюстрации, предложение редакционной группы следующее, что у нас есть две разных группы. Это одно, это круг лиц, которые подлежат иллюстрации по принципу личного участия в полномасштабном военном вторжении в Украине. И это люди, которые публично выступали и поддерживали данную войну. Это люди, которые занимались доносами, то есть не публично, но тайно, писали доносы на тех людей, которые наоборот выступали с антивоенных позиций, в результате которых на антивах возбуждались административные или уголовные дела по статьям, которые связаны с войной, там эти фейки армию и так далее. Это люди, которые принимали соответствующие решения о наказании людей, которые занимались так называемыми фейками об армии и другими статьями, которые связаны с войной. Это люди, которые обеспечивали мобилизацию государственные и муниципальные служащие. Это депутаты всех уровней, которые принимали решения за войну, высказывали за войну и обеспечивали проведение войны. Это сотрудники образовательных учреждений, которые организовывали провоенные, зет, субботники, воскресники и прочие вещи, которые были направлены на, опять-таки, поддержку войны. Это сотрудники Министерства юстиции, которые накладывали статусы иностранного агента в связи с войной. Ну и, безусловно, это средства массовой информации, хозяева и главные редактора средств массовой информации, которые занимались провоенной агитацией, и люди, включенные в международные санкционные списки, которые были приняты в связи с войной. Второй круг – это люди, которые занимали определенные должности, то есть, которым не было устанавливалось какое-то конкретное действие, которое они совершали, в данном случае там провоенное, но по принципу принадлежности к определенной категории представителей этой власти, потому что мы считаем, что вся эта власть работала на войну, на нарушение прав человека, на нарушение демократии и так далее. Соответственно, те лица, которые являются частью этой власти. Соответственно, это депутаты Государственной Думы 7-8 созыва, это члены Совета Федерации по состоянию на 1 марта 2014 года и далее. Эта дата указывается в связи с тем, что именно 1 марта произошло голосование за вторжение в Украину. Это первая точка принятия решений, когда Совет Федерации дал согласие господину Путину по применению военной силы в Украине. Не буду зачитывать весь список. Понятно, это члены правительства, сотрудники администрации, сотрудники силовых структур, сотрудники телеканалов, политические партии, поддерживающие войну, частные военные компании, участвующие в этой войне и так далее. Что здесь является очень важным в обоих этих списках? Концепция закона предусматривает, что мы устанавливаем определенную дату, которая называется датой выхода. И это нужно для того, чтобы, собственно, это наш подход, чтобы вот эти самые иллюстрационные меры не были бы приговором, который вынесен уже сейчас по деяниям, которые совершены до того, а чтобы наоборот побудить тех людей, которые попали под иллюстрационные ограничения, попадут, точнее, под иллюстрационные ограничения, чтобы они встали на путь добра. То есть мы делаем людям калитку и говорим, вот, смотрите, вот это вас ожидает, но у вас есть возможность выйти из этого иллюстрационного режима. И мы предлагаем эту дату выхода установить достаточно сильно вперед, то есть для того, чтобы дать людям возможность выйти из иллюстрационных списков и, соответственно, совершить действия по деятельному раскаянию. Здесь в этом документе шестая статья предлагаемой концепции, собственно, устанавливает те действия, которые мы считаем квалифицированным с точки зрения этого деятельного раскаяния. Это включает в себя публичное осуждение войны с Украиной, это включает в себя оказание помощи движению сопротивления либо вооруженным силам Украины и другая конкретная работа, направленная на окончание этой войны и поражение режима. Последнее, наверное, что надо сказать, это дальнейшие действия. То есть этот закон, ну, очевидно, он нами сейчас принимается, он начинает действовать там в первый день после смены власти. То есть это точно закон первоочередной, который, ну, вот, в первый же день должен быть применен. В то же самое время мы понимаем, что, грубо говоря, такое слепое применение иногда войдет в конфликт с, там, конкретными людьми, которые по той или иной причине не могли выполнить условия люстрации. И поэтому этим же законом фактически запускается процесс аналогичный процессу деноцификации в поствоенной Германии в 45-м году. То есть мы предлагаем создать комиссию по деноцификации, по депутинизации точнее, да, то есть, соответственно, она называется в этом документе комиссию депутинизации. И эта комиссия будет иметь право на индивидуальной основе в публичном режиме исключать людей, которые попали в люстрационные списки из-под действия люстрации. То есть, соответственно, и это в нескольких уже наших законопроектах проходит эта самая мысль. Там, по СМИ, например, да, то есть мы говорим, что в стране не осталось свободных СМИ, не осталось добросовестных СМИ, но если вы приходите вот к какой-то выполномоченной группе и говорите о том, что, не, мы оставались в России, но мы смогли остаться нормальными, мы допускаем, что мы кого-то не знаем, да, вот, то говорим, да, конечно, вы нормальные, мы вас исключаем. Так же самое и здесь. Да, если человек приходит и говорит, смотрите, да, я, может быть, публично не высказывался, но под духу своих действий я это не поддерживал, работал против этого, то уважаемые люди, которых потом, значит, мы решим предложить в эту самую комиссию по депутенизации, прохождением, там, не знаю, полиграфов и так далее, что уже, соответственно, мы решим в процессе уточнения этого закона, значит, такие люди могут быть исключены из-под действий иллюстрации. Это тоже тот опыт, который мы видели, например, в Украине, когда какие-то вещи не работали, вот, когда такие чистые, слепые ограничения иногда приводили к нежелательным результатам, хотя в целом, там, на 99% они были правильными. Ну, наверное, все, что я хотел сказать с точки зрения концепции этого законопроекта.